Музыка Так, обратите внимание, вот видите на надпись Киргизия Когда после поездки в Китай мы вернулись в Алматы Мы остановились у Терещенко Сергея Александровича Руководителя этой программы по интродукции ореха в Казахстан И по его приглашению прибыл ученый из Киргизии Который привез мешочек орехов из тех киргизских лесов, которые вольно растущие Десятки тысяч гектаров, так называемые ореховые леса Ну и он мне подарил десяток орехов Орехи, скажем так, ну вообще они не сравнимы с этими орехами Каменистые, мелкие, ну такие они выживают в этих условиях в горах И я взял у него и высадил вот этот ряд Отсюда начиная Через метр Были высажены до самого забора Были высажены киргизы Взошел только один Первый год он мучился Второй год он мучился И вот в этот год он наконец-то пошел Я его оставляю Чтобы в генофонде, которым я располагаю, был один киргизский орех Посмотрим на него через год-два, как он себя проявит Безусловно, что он должен быть очень устойчив к болезням Устойчив к низким неблагоприятным температурам И, возможно, он послужит материалом для скрещивания Пошли дальше Друзья, мы пришли на участок, где высажен китайцы Вот это вот 187, Унсу 187 По идее он позиционируется как пылитель Я не сказал бы, что они чем-то меня порадовали, удивили Побеги какие-то крученые, вот видите Значит, растут они веником Плодов завязывается много Вот обауши, смотрим, что с ним Кора всеразвичайно тонкая Вот видите, кора практически тоже очень тонкая Тонкая Разрушается она рукой легко Качество, видимо, достаточно хорошее Потому что они полежали на почве здесь как минимум 10 дней Вот, пожалуйста Ядро красивое Мы будем работать с ним дальше Сунсу 187 Сейчас мы найдем 185, который является базовым сортом Посмотрим, как он выглядит Видите, даже вот такой никудышный с виду орех Он как будто завернут в фольгу Скорлупы практически нет Вот она Вот такая скорлупа Своеобразные орехи Ну и регион, из которого мы привезли, тоже непростой Будем искать сейчас Унсу 185 Вот это Унсу 185 Вершина у него не развивалась Верхушка Плод у него красивый Именно такой я видел В институте Ореховодство у них Ну-ка Да, он разрушается Вручную Скорлупа также Срезвычайно тонкая Ядро рельефное Красивое, крупное Если убрать вовремя Я здесь бывал раньше Ядро было светлое Значит, и Естественно, можно Получить неплохое ядро Как он себя поведет дальше Покажет время Главное, что он есть в коллекции Дальше Вот это желтое пятно На 187 и 185 Говорит о том, что Мы его провели тестирование На наличие вируса Они здоровые, оказывается Они здоровые Я специально это сделал Для того, чтобы Ну, они были у меня Посажены немножко изолированы И если бы что-то в них было Непотребное Я бы, конечно Их выкопал, уничтожил Но тестирование показало, что они Здоровые Ну, развитие у них своеобразное Как и все в Китае Посмотрим еще одно дерево На нем верхушка сохранилась Это тоже 185 Вот орех Вот орешком висит Мы его берем отсюда Такой же самый орешек Винникулярное отверстие закрыто Он тоже Чувствуется, что он практически Может разрушаться Вот видите, рукой Скорлупа Очень тонкая Свет немножко Не катит Но это, во-первых Запазание с уборкой Где-то дней на 15 Я так думал Во-вторых Нас порадовал Бог Последнее время 10 дней Большие маленькие дожди Это, конечно На качество ореха Влияет не так, как надо Не так, как надо Так, дальше Это ряд деревьев Написано Г. Фалешты История Появления этих деревьев Здесь такова Г. Алексей Николаевич Председатель Фалешского района Его сынуля Звонит мне И говорит, что Николай Федорович Я имею в аренде Лесополосу И там есть одно дерево Которое Каждый раз мы убираем 3-4 мешка орехов И орехи Ну Отличные Как бы вот Чтобы мы это дерево Размножили Ну мы поехали Посмотрели на дерево На дереве Кое-какие признаки Латерального плодоношения есть Вот Орехи крупные Значит, видите Ядро Недостойное Вот, пожалуйста Ядро достойное Оно немножко Из-за влаги Мы тоже опоздали Здесь с уборкой Но, в принципе Если говорить Что в лесополах Там вообще Черт и что Так этот орех Очень красивый Я взял черенки И привил Десяток Подвоев И здесь у меня высажено Я хочу сказать, что Все при всем Орех крупный Ядро выделяет целиком Хора Очень тонкая Выход ядра Не менее чем 55% Это очень хорошие характеристики Растет он Видите, тоже Стремится вверх Он стремится вверх Его можно Хорошо Механизированно Убирать Он имеет Очень много Таких Ну, хороших Достоинств Вот мы пройдем Это орехи Третьего года Вот они Орешек Вот Видите, как он Уже перезревший Здесь находится Есть орехи Видите, на земле Попавшие Размер Выше среднего Будем так говорить Педенкулярное отверстие Закрытое Поверность у него Тоже Более-менее Ребристая Но не слишком выражен С трудом Принимает Орехокол На пределе Размер Вот видите Скоропа Легко разрушается Конечно До песчанского Ему далеко По качеству Но по Всем остальным Параметрам Это достойный Орех Он сопротивляется Не хочет раздеваться Прохладно сейчас Ну, в принципе Вот так вот Орех Неплохой Когда Человек, который Имеет варенье Лисополосу Находит Такой орех Такое дерево Которое дает Все Чуть Три-четыре Мешка Ежегодно Это, конечно Находка Это его поражает Но, когда Смотришь Моей коллекции То Он, конечно По качеству Со многими Сортами Он Не катит Ну, посмотрим Дальше Он имеется У нас В коллекции Деревья Есть, растут Посмотрим Как он себя Проявит На морозы Посмотрим Как проявит Себе На Экстремальные Годы И, возможно К чему-то Он И пригодится Как говорится Фалежский Так же Он и Фалежский Где родился Там и пригодился Дальше К чему-то